Астон Мартин начал возрождение дочерней марки Лагонда 4 года назад, с 200 седанов Тарав, большая часть которых осела на Ближнем Востоке. В прошлом году англичане представили новый концептуальный седан, а теперь готов и проект кроссовера. Лагонда All Terrain выглядит как яхта, облаченная в углепластиковый кузов автомобиля. Ключевая особенность этой машины в том, что она электрическая. Лагонда станет первой на 100% электрической люксовой маркой, и поэтому мы сможем создавать невероятные формы и архитектуру, как то, что вы видите позади меня. Создатели могли бы обойтись без ключа зажигания, но он есть и выполнен в виде шайбы контроллера, которая с помощью электромагнитной левитации парит над центральной консолью. А передние сидения разворачиваются, чтобы водитель смог пообщаться с пассажирами, ведь All Terrain — это автономный автомобиль. Сейчас Астон Мартин переделывает под новый завод бывшую базу королевских ВВС Уэльсе. Еще одна женевская премьера Астон Мартина — это концепт-кар AM RB 003. Машину разрабатывают совместно с гоночным подразделением Red Bull. Отсюда буквы в названии и формульные технологии внутри. Суперкар ценой около миллиона евро в ряду Астон Мартинов станет на ступеньку ниже модели 001, совершенно невероятной Валькирии, где цены только начинаются с 2,5 миллионов. С точки зрения среднемоторной компоновки, модель 003 ведет родословный от 001 — Валькирии. Но есть и уникальные черты, например, система открывающихся вверх дверей и, конечно, полностью новый двигатель V6. Характеристики гибридной силовой установки пока держат в секрете, но уже заявлена, например, герметичная масляная система, которая позволяет менять масло за 90 секунд. Конечно, машина повсеместно использует углепластик, активную аэродинамику и всевозможные электронные системы управления.